История войны и владычества русских на Кавказе В пяти верстах от Нахичевани и в верстах шести от реки Аракс лежит селение Тумбул, жители которого известны под именем Тумбульцев. Народ этот, армяне, переселившиеся сюда из города Салмас, азербайджанской провинции, он имеет такие резкие особенности, которые делают его весьма мало похожим на всех остальных армян. Тумбулец высок ростом, точно лицо. На нем всегда черная изорванная одежда, покроем похожая на рясу монаха, которого он и старается изобразить собою. При встрече с посторонним, Тумбулец упомянет непременно об Иерусалиме и попросит милостыни. В правой руке его всегда виден посох, а в левой – сверток бумаги, исписанный какими-то иероглифами. Непривычный к сельским занятиям, он живет темными средствами, на чужой счет, подаянием и милостыней. Тумбулец приходит домой только на зиму, ранней весной уходит странствовать из китайца иногда десятки лет далеко от родины. С зимы он не любит, потому что тогда приходится ему сидеть дома за дымным камином. Его убивает тоска не по родине, а по чужим землям. Зато ранней весной он идет на промыслы и добывает себе кусок хлеба разными не совсем позволительными средствами. Под именем Дервиша он обходит города, священные для мусульманина, Мекку, Медину и Кирбала. Там он ловко поделывается под обычей правоверных и молится вместе с ними Магомету. Принимая разные подаяния и добровольные пожертвования от набожных мусульман, Тумбулец набирает себе денег и, сбросив с себя имя Дервиша, переходит на промысел к христианам. Приближаясь к Иерусалиму, он скромно надевает на себя черную рясу и, приняв звание монаха, под личиной набожности и смирения, посещает святой город. Тумбулеца можно встретить в Индии, Афганистане, Сирии, Внутренней России, Сибири. Одним словом, везде, где только живут люди. Обрызгав весь свет, он возвращается домой с порядочным запасом денег. Родные, друзья и соседи приветствуют его с благополучным возвращением. Одни радуются, другие горюют, не получив сведения о своих родственниках, еще бродящих по миру. Принесенный запас выпрошенных денег позволяет Тумбулецу содержать свою семью с роскошью. Прекрасный дом, опрятные комнаты составляют главную его заботу и попечение, чай, сытный полуазиатский, полуевропейский обед, десерт и кофе составляют, можно сказать, обыденную его пищу. У себя дома Тумбулец покажется скорее торговцем, который добивает последнюю копейку, чем бережливым селянином. У редкого из них не встретишь серебряной посуды работы всех времен и народов, английской, французской, русской и азиатской. Шелковые покрывала, занавесы, бархат, кашемировые шали, хоросанские ковры снесены сюда, будто дань от подвластных своему повелителю. Сами Тумбульцы и жены их дома у себя одеваются чисто, богато, даже роскошно, в шелковые ткани и любят украшать себя драгоценными камнями, алмазами, бирюзой, яхонтом, изумрудом и жемчугом, что, впрочем, является. Здесь как бы необходимым, особенно для женского пола, так как сам по себе он не отличается большой красотой. Женщины-тумбулки особенно любят носить цепи на шее и манисты из древней золотой и серебряной монеты. Так как между тумбульцами есть мастера на всякие дела, то в последнее время правительство стало преследовать их за скитальческую жизнь и заставило обратиться к мирным сельским занятиям. Ссылка на книгу в описании.